Приветствую вас, я думаю, что перебарывать себя ни в коем случае не стоит, Юля, потому что, если что-то через силу, вы вряд ли будете счастливы, и вряд ли будет счастлив мужчина, которого вы выберете для отношений своих. Вот. Перебарывать себя ни в коем случае не стоит. Но страх, который у вас есть перед близостью с мужчиной, да, интимной эмоциональной близостью, очень хорошо, на мой взгляд, показывает, насколько у вас слабые личные границы по отношению к другим людям, по отношению к мужчинам тем же. То есть вы, вы в некоторой степени, да, вы в некоторой степени, а сейчас поступаете совершенно правильно, что избегаете мыши. Вот. Вы правильно делаете, что избегаете мыши. Потому что, ну извините, если вы не будете сейчас избегать мужчин, так, то вы рискуете напороться на то же самое, что было до этого. Вот. По факту. И ничего, опять же, хорошего, да, ничего хорошего, не будет. Из этого. Для вас. Поэтому ни в коем случае, ни в коем случае, не делайте, а, чего-либо против твоей воли. Вот. Ну, нужно работать над личными границами вашими, ну, желательно, желательно работать с личными границами. Вот. И учиться, учиться, выстраивать адекватные отношения с людьми, не бояться этого. Вот. Воспитывать, воспитывать, именно, воспитывать в себе любовь к собственной персоне. Вот. Разобраться с вашими желаниями. Например. То есть, вот вы находились в зависимых отношениях. Не просто так вы находились в зависимых отношениях. Если вы в них находились, значит, на этом были какие-то причины. Вот. И соответственно, нужно, в первую очередь, разобраться с вашими желаниями, с вашими потребностями. С тем, с чего вы хотите. Вот. Сейчас в мужчинах вы видите угрозу. Сейчас в мужчинах вы видите фактор, который вас задевает. То есть, вы считаете, что мужчины, это вот существа, которые вас принижают, обесценивают, делают слабые и прочее, прочее, прочее. То есть, вы жертва. А жертва всегда обвиняет других людей во всех своих проблемах. А на самом деле, нужно вам помочь взять на себя личную ответственность, личную ответственность за то, что с вами произошло. Понимаете? Какая штука. Какая штука. И тогда вы сможете действовать и двигаться дальше. Вот. Вот вы пишите, что, значит, у вас были принципы аудоагрессии, это не принятие себя. Вот. Вы полностью себя не принимаете. Вы пишите, что заблокировали его везде, но это, по сути, просто побег. Блокировка это побег, а не выход из зависимых отношений. Вот. Вы пишите, на данный момент не могу принимать указание от мужчин еще рано, должно пройти какое-то время. Вот. И, значит, соответственно, все у вас пока подавлено. Вот. Поэтому переборываться, да, в любом случае, Юлия не нужно. Вот. А работать с тем, с причинами, по которым вы оказались в деструктивных отношениях, очень даже нужно. Но вы большая молодец, что вышли из них. Я, правда, думаю, что вышли вы не до конца, потому как вы пишите, что заблокировали человека. Блокировка это все-таки не выход из отношений. Вот. Но, тем не менее, это корректируется при желании, при вашем желании, если оно есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.